Бюджет Кирова на следующий год социально ориентированный и реальный, таково заключение экспертов. Узнать основные параметры бюджета и высказать свое мнение о главном финансовом документе смогли и рядовые горожане. В администрации города прошли публичное слушание основных параметров бюджета. Расходы на соцсферу составят более 65% бюджета. Это строительство детского сада на 220 мест на улице Ленина, реконструкция спорткомплекса «Трамплин», обустройство спортивных площадок в школах, «Расселение горожан из ветхого и аварийного жилья». В течение трех лет планируется поэтапное повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, а значит повысится и наполняемость бюджета. Налог на доходы физических лиц занимает в структуре городского бюджета 68%. Согласитесь, достаточно высокий удельный вес. И на сегодня, в это же время, у нас очень много еще оплаты труда, которые не легализованы. Есть и другие резервы. К примеру, штрафы за нарушение правил благоустройства сейчас полностью идут в местную казну. А в целом, признали эксперты, городской бюджет социально ориентированный и реальный. Своё мнение о главном финансовом документе высказали и горожане. «Хочу обратить Ваше внимание на то, что расходная часть проекта бюджета в 2012 год под 95% будет реализована через муниципальные программы. Это означает, что повышается ответственность органов местного самоуправления за каждую расходованную муниципальную рубль». Руководителей ТОСов интересовало, получит ли продолжение грантовый конкурс по поддержке местных инициатив и программа благоустройства дворов. Глава города заверил, что активность кировчан будет поощряться и впредь. В проекте бюджета предусмотрены расходы и на обновление городского пассажирского транспорта. В 2013-2014 годах планируется приобрести 24 новых троллейбуса и 15 автобусов. Для развития транспортной системы планируется завершить ремонт улицы Луганской, капитально отремонтировать Казанскую и Лесозаводскую улицы. В следующем году начнется строительство участка дороги на улице Сурикова от Некрасова до Комсомольской. «То, что задают вопросы по ремонту спортзалов школ и то, что хотят, чтобы продолжились те проекты, которые касаются территориально-общественного самоуправления, наверное, говорит о том, что мы впервые слышим при публичном обсуждении бюджета, люди задают эти вопросы. Значит, они прониклись тем, что если прийти и задать вопрос, то, естественно, этот вопрос будет обсуждаться уже на депутатских слушаниях, и в заседании комиссии будут вноситься поправки в бюджет». Проект бюджета, с учетом предложений, прозвучавших во время слушаний, будет вынесен на заседание Кировской городской думы. Оно состоится 28 ноября. Валентина Палкина, Игорь Охотников, Вести Киров.